Добрый день. Добрый день, дорогие коллеги. Здравствуйте. Так, я надеюсь, что трансляция у нас пошла, и все у нас с вами хорошо. Что видно мой экран, и вы меня прекрасно слышите. Добрый день. Над своей методикой посещают различные вебинары, очень-очень много действительно как бы shape, методологии, и совершенно забывают о том, что нужно подтягивать и улучшать не только методику преподавания английского языка, но и сам английский язык. Почему? Это важно. Почему это важно? Вы знаете, к моему большому удивлению, не все коллеги об этом вообще задумываются. Ну, что я преподаю и преподаю, мне хватает моего языка, который я преподаю. А ведь на самом деле язык – это очень живой организм, который разбивается и меняется каждый день, каждый месяц, каждый год, чего стоят только сами кембриджские экзамены, формат которых меняется каждые 4-5 лет. Глядя на то, как изменились кембриджские экзамены уровня А2 и В1 в прошлом году, я просто схватилась за голову и сказала, теперь я не знаю, как уровень В1 готовить студентов за 2 года от А2. Потому что сейчас уровень В1 – это между В1 и В2. Многие те слова и темы, которые мы брали, грамматические структуры, которые мы брали в В2, теперь уже есть в В1. И я стрепетом жду вообще изменений. В СЕ экзамена, он действительно будет теперь наполовину С1. Кроме того, когда мы работаем с low-level groups, неизбежно наш собственный язык падает день за днем, потому что мы с вами забываем, как использовать действительно advanced level of language. Поэтому я вас призываю, коллеги, давайте дадим себе обещание, что в этом учебном году мы будем с вами не только преподавать, не только заниматься методикой, что, конечно же, очень важно, но и заняться своим собственным английским языком. После того, я надеюсь, что мы к этому разговору вернемся в мае, я надеюсь, после того, вернее, уверена, что после того, как вы начнете заниматься своим языком, вы такое удовлетворение получите, вы такой satisfaction получите от себя, от того, какая вы крутая или какой вы крутой. Дети посмотрят на вас совершенно другими глазами. Почему? Потому что, во-первых, вы будете для них как модель перед глазами, что учитель наш не только учит, но и учится сам. Во-вторых, если вы сдадите кембриджскую квалификацию, вы будете просто на седьмом миле, вот счастье у вас вырастут крылья, и вы почувствуете себя настоящим профессионалом. Это позволит вам брать группы более высокого уровня, и когда у вас будут группы, которые вы будете вести к FCE экзамены, да, и на уровень B2, тогда вы уже будете практиковать свой живой язык постоянно. Но легче сказать, чем сделать, правда? И сегодня, вы знаете, проанализировав многолетний опыт общения с коллегами, в том числе со своими ведущими, которые работают у меня, я выделила пять основных setbacks, которые просто тянут назад и не дают преподавателям учить свой английский язык, повышать свой уровень английского языка. Сегодня мы об этом поговорим. Наш разговор будет очень friendly, очень спокойным. Ничему учить сегодня я вас не буду. Моя цель сегодня просто смотивировать вас на то, чтобы вы начали учить английский язык. И я надеюсь, что каждый для себя сегодня услышит что-то, что подтолкнет его, и он возьмется за повышение своего языкового уровня. Обычно мы спишем следующее. Ой, у меня нет времени, чтобы заниматься своим языком, у меня постоянно стоят уроки. Прекрасно? Молодец. Здорово. Значит, ты востребованный преподаватель. А теперь посмотрим с другой стороны. Вы знаете, есть такая притча о пиле. Так вот, правило пилы можно его так назвать. Один лесорук пилит-пилит дерево, пила у него тупая, он пилит-пилит дерево, пилит день, пилит два, ничего у него не получается, он устал, проходит мимо. Другой лесорук и говорит, почему ты не заточишь пилу? Мы все понимаем, да, почему надо заточить пилу. И тот бедняжка, который все же трудится там, пилит этот тупой пилой, говорит, у меня нет времени, уйди, мне некогда наточить пилу. Так и с нами. Надо найти время, чтобы наточить пилу, надо найти время, чтобы заняться собой. И не обязательно это делать каждый день, но обязательно это делать регулярно, один раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю. Больше не нужно, но регулярно. Таким образом, мы что с вами будем делать? Правильно, отточить свою пилу, оттачивать свой язык, повышать качество своего языкового пространства. Вторая отмазка, что никто не разделяет мнение по тому, что нужно учить язык. Что ходить далеко? Вот мой супруг считает, что я супер-пупер профессионал и вообще лучше всех в своем городе. И куда же мне еще чего-то там учить? Это не так. Я понимаю, что это не так. Я понимаю, что язык вырос, я понимаю, что экзамены изменились. Я понимаю, что дети мои выросли. Ученики, я имею в виду, да, что дети уже выросли, дети сдали B1, дети сдали B2. Все. Значит, я должна быть еще на голову выше, чем мои дети, соответственно, я все время учусь. Извините. Мне лично хватает осознания того, что мне надо, я хочу, потому что я хочу, чтобы дети смотрели на меня вот так, а не вот так. И кому не хватает команды единомышленников, да, на самом деле нас много таких людей. Я вам сейчас скажу, где их найти. Ну и третий сетбэк, конечно, да, это самый печальный сетбэк, когда вы говорите, что не нужно вам ничего язык, ничего учить. Об этом мы уже с вами поговорили. Так вот, на первый вопрос про то, что вам некогда точить вилу, да, поверьте, все зависит от вас. Сейчас самое время найти время для себя. Если вы это не сделаете, никто за вас это не сделает. Поэтому вперед. Выберите время для себя. Выберите удобное время для себя. Я, например, делаю это с утра, пока вся семья спит, пока у меня есть тишина и какой в доме, пока никто меня не видит, почему нет. Кто-то любит учиться ночью. У меня есть коллега, которая в 12 ночи, я отлично, в 12 до 2 ночи, она продуктивная, она работает, семья спит, и в нее есть время для себя. У кого-то есть время в обиденный перерыв. Come on, найдите для себя, вы же для себя это делаете, для себя любимой, да. Помните, что лучше отменить какую-то группу и заняться собой, потому что однозначно всех денег не заработаешь, однозначно. Все равно много клиентов, а ты всего одна. А, зато представьте, что вы сможете после того, как вы вложились в себя, вложились временем, вложились деньгами, потому что бесплатно не бывает это, да, то есть это закон природы, понимаете, что-то отдать для того, чтобы что-то получить. После того, как вы вложитесь в себя, вы сможете цены поднять, да, вы сможете другой уровень вообще учеников брать. Вот думайте об этом. И второе. Если у вас нет единомышленников, и вам нужен пинок, волшебный пинок, да, то найдите онлайн комьюнити, таких много, которые, кстати, в баде себе ищут, как бы, да, есть краткосрочные курсы повышения языка, уровень B2, уровень C1. Кстати, я советую с B2 начать всем и сдать все-таки экзамен FCE и только потом идти на CAE, потому что 70% того, что вы будете учить на CAE, это база из FCE. Если у вас ее нет, если у вас нет этого опыта, вам будет гораздо сложнее идти, и результаты будут ниже экзамена, чем если вы сдали уже FCE, потом пошли на CAE. Некоторые из этих марафонов, групп платные, некоторые бесплатные, неважно, найдите себе такую, да, в ВК, в ВК, в ВК у нас несколько таких вещей, да, найдите, что вам по душе, найдите, какой тренер вам по душе. Сразу скажу, что я этим не занимаюсь, да, и присоединитесь, общайтесь с такими, как вы. И третий, тот, кто говорит, что нет необходимости, как в нашем советском фильме замечательном, надо, Ваше, надо, надо. Иначе рано или поздно вы не только вы говорите методически, но и отстанете в языке. Ведь нельзя же в Oxford Dictionary, в Cambridge Dictionary, да, каждый год они, не каждый год, каждый месяц, по-моему, они постят новые слова, которые появились в языке, да. Что устарело, что обновилось, используйте современные учебники для того, чтобы действительно быть в курсе и помогать, помогать, помогать своим детям, да. На самом деле, все вот эти вот сетчбэкс, это все отмазки, да, так вот, между нами девочками, между нами мальчиками, это все отмазки. Было бы желание, вот именно эту мотивацию хочу вам дать себе, да, то есть было бы желание, тогда вы все сможете сделать. Когда есть мотивация, вы можете свернуть в горы, давайте сворачивать в горы. С чего начать? Я хочу вам дать несколько ключиков и показать, что все не так сложно, что все не так страшно. В свое время, когда два года назад я решила заняться своим английским языком, для меня это четвертый язык, то я просто взяла одну грамматическую книжку, да, это была Oxford English Grammar Course. Сначала я взяла Upper Intermediate, а потом пошла на Advanced. Не торопитесь сразу брать Advanced книжки, не торопитесь. Очень часто как раз-таки Intermediate, Upper Intermediate имеет более, скажем так, relevant information, более useful and helpful information, than advanced books. Проштудировала эту броматику. Почему? Потому что я понимаю, что мне не хватает линкеров, мне не хватает cohesion, мне не хватает cohesive devices. И взяла collocations. In use тоже взяла сначала Upper Intermediate, потому что я сравнила две книжки, Upper Intermediate и Advanced, и я поняла, что мне больше нравятся Upper Intermediate, там больше какие-то вот bright vocabulary, которые я понимаю, что я буду использовать в жизни, на уроках со своими студентами, с native speakers, с которыми я общаюсь, мне это больше подойдет, и я никак от тебя не жалею. И я проштудировала эти книжки, как говорится, from cover to cover. И только после этого я поняла, что я готова присоединиться к какому-то курсу. Вот так и вы. Для раскачки, для раскачки очень советую вам выбрать себе, что вы хотите. На просторах интернета очень много различной информации. Берите последние editions, потому что, говорю, язык меняется. Разница там, я не знаю, 400-500 рублей между первым изнанием и вторым. Но поверьте, это колоссальная разница в языке. И поставьте себе цель. За три месяца это пройти. Это achievable, это doable. Вообще прям за три месяца doable пройти книжку from cover to cover. Что можно взять? Можно взять Oxford English Grammar. Можно взять Grammar Lab. В Пирсов-Носке очень хороший как-то учебник. Можно их совмещать вообще, в принципе. И вот In Use. Возьмите какую-то серию In Use. Кембриджскую серию. Значит, там бывает EGMs In Use, Vocabulary In Use, Возьмите что-нибудь. Я, например, позже влюблена была в Locations и Vocabulary In Use, потому что там все вместе. Там и Idioms, и Locations, и Phaser In Use, и все вместе. Безумно ценный материал. Найдите себе сначала онлайн-вариант, пощелкайте, посмотрите. Если вы живете в крупных городах, у вас есть эти магазины, сходите, прогуляйтесь и наградите. Побалуйте себя. Купите себе, любимой, два учебника. Один должен быть больше грамматический, один должен быть больше на боттере любого плана. Посмотрите, что вам лежит на душе. То есть, что вам приглянулось, когда ты в супермаркет приходишь, рыбу хочу дать мне эту рыбу. А какая на вас смотрит? Какую вам дать? Так и вы. Какая книжка на вас смотрит? Что вам легло на сердце? Что вам легло на душу? То и берите, соответственно, для раскачки. На первые три месяца. Больше, чем две. Брать не надо. Я думаю, что смысл понятен. И потом, после этого, вы уже определитесь, какой основной курс вам нужен. То есть, УМК. Какой-то УМК потом нам надо взять. И тоже пройти его from cover to cover. From age to that. Well, тут должен быть один УМК, и все равно вы что-то одно дополнительное будете использовать. То есть, как правило, у меня это все равно грамматика продолжается дальше. Я хорошо разбираюсь в английской грамматике, но в advanced structures, они у меня западают, когда я их использую. Когда я их использую. И именно когда я штудирую эти учебники, я понимаю, что conditionals – это не только их. И что я могу это сказать вот так, вот так и вот так. Потому что, когда мы пишем пробники и отсылаем их в Кембридж, все время они нам фидбэк присылают. Use more advanced grammar structures. Господи, ну и conditional есть. Это что они еще хотят. И только когда ты берешь вот additional какой-то грамма, бук уже advanced level, конечно, ты понимаешь, что оказывается, можно еще вот так это и вот так это сделать. Вот. Поэтому потом я рекомендую все-таки вам выбрать один учебник. После того, как вы раскачались, вы уже поняли ваши слабости, ваши плюсы, минусы. Хорошо на эти уровни работают учебники-эксперты, да. Complete и Compact я бы не очень, наверное, советовала, потому что они коротенькие достаточно, не так прорабатывают. Кому-то нравится учебник Gold. Мне, например, не очень нравится. Мне кажется, что там не хватает информации в нем какой-то. Мне приходилось, когда я работала по нему, приходилось много дополнительного материала изучать со мной, прежде чем дать это студентам. Вот. Выберите тоже, полистайте, выберите. Result кому-то может быть больше подходит, я там не знаю. Ну, посмотрите. Но это должен быть именно курс. Не grammar and vocabulary for FCE или там grammar and vocabulary for advanced. Нет. Должен быть именно UMK. Должен быть курс. Там есть students' book, есть workbook, есть teachers' book, есть teacher resources. Вот его надо пройти. За 7-8, максимум 9 месяцев вы его пройдете. Можно изучать самостоятельно. Можно уже на этом этапе добавляться в какую-то группу. И на самом деле, да, вот вы хозяйка своего времени, и вы можете себе, надо поставить цель какую-то, да. Например, я вот буду определенные темы только брать. Например, почему нет? Почему нет? Определенную грамматику выбрали, определенные темы выбрали, чтобы повысить свой уровень, допустим. Или, например, каждую неделю я беру один юнит. И учите это, да. То есть вы знаете, когда у вас свободное время, есть свободный спотс, и вы, соответственно, юниты изучаете. Можно по страничкам. Каждый день две странички. Или в неделю 20 страничек я беру, да. Понимаете, тайм-менеджмент у всех разный. Кому, что нравится больше. Или время. Каждый день 15 минут у меня есть в сутра. Вот, я каждый день 15 минут либо делаю students book, либо я делаю workbook, либо я изучаю кузнику, то у меня 15 минут есть каждый день. Или два часа есть у меня каждый день. То есть либо по времени вы себя ограничиваете, либо по страничкам, либо по юнитам, либо по отдельным топикам. Но как-то надо с собой договориться и выбрать то, как это удобнее делать именно вам. Раз вы хозяйка своей судьбы, и вы изучаете это все самостоятельно. Еще раз повторюсь. Значит, один УМК и что-то к ней дополнительное. То есть это может быть vocabulary, это может быть грамма, что-то дополнительное кузнику. И пройти это все надо from cover to cover. Сделайте себе 6 месяцев, 7 месяцев, 8, 9, в принципе, 9 месяцев более чем достаточно, чтобы средний занятому преподавателю пройти этот основной курс. И третьим шагом, возможно, третьим шагом это будет, когда вы уже, дело в том, что когда вы самостоятельно изучаете какой-то курс, у вас появляется больше уверенности в себе. У вас появляется база, с которой вы можете записаться на курс. Кто-то может быть skip вот этот стейдж, второй, сразу перейдет на этот третий. It's up to you, why not? Но все-таки, вы знаете, готовясь к серьезным уровням B2, C1, я уже молчу про C2, надо заниматься с преподавателем. Причем с преподавателем надо заниматься не face to face, а именно вот группа, марафон, поток преподавателей, поток одномышленников, коллег, course made. Вот именно на курсе. Почему? Почему? Во-первых, учитель, если вы правильно выбрали учителя, он будет вас направлять. То есть это ментор. Не совсем уже учитель на этих курсах у нас идет ментор, который вас направляет. Вот на это обратите внимание, а это не надо. То есть он поможет вам не распыляться на все сразу, а все-таки сосредоточиться на чем-то самом главном. Я, например, поэтому не рекомендую заниматься с native speakers. Native speakers, они, they took the language for granted. Поэтому они не ценят ваших стараний, они не очень знают, как правило, критерии экзамена, что очень важно, да. И им кажется, что мы, we all sound very professional, и вообще нам ничего не надо. А русские менторы наши очень сильные. Я даже не буду называть фамилии, потому что эти люди, как вообще у нас в России на вес золота, они с кем поклонятся, то, что они с нами занимаются, они нас вытягивают. Это люди, которые самостоятельно прошли и FCE, и CIE, и CPE, и могут действительно вас и научить, и подтолкнуть, и по критериям правильно приготовить. Вот. И у нас в ВК есть такие комьюнити, и очень сложно в них попасть, на самом деле, записаться на курс. Поэтому, когда вы туда запишетесь, уже время терять нельзя, конечно, да, то есть только учиться. Во-вторых, вы видите свои успехи или неуспехи по сравнению с другими курсами. Это важно. Это не competitive, вообще не competitive education, я имею в виду. Я имею в виду, что все равно важно оценить твою работу и работу других, да. Возможно, там будут люди такие, как ты, которым тоже это сложно дается. Возможно, там будут люди с более высоким уровнем, и ты будешь понимать, а, вот я скоро такой буду. Возможно, находится ниже уровня, и ты понимаешь, о, я уже чуть-чуть лучше в этом. Почему? Потому что я сама прошла вот это, и я сама прошла вот это, и мне это очень помогло, понимаете? Поэтому все равно важно понимать, где ты вообще находишься по сравнению с другими вообще людьми, которые занимаются этим же, да. Второй важный момент, ребята, нужно, чтобы кто-то проверял ваши writing и ваши спикеры, да. Потому что понятно, что мы самостоятельно, как учителя, мы знаем не только, как учить, но и как учиться. Мы можем с вами самостоятельно справиться с vocabulary, с grammar. Почему? Потому что есть ключи. Точно так же мы можем поработать с listening, с reading, use of English. Но что касается production skills, writing и speaking, кто-то должен со стороны профессиональным взглядом это оценить, подсказать и направить. Я думаю, что все вы со мной с этим согласитесь, да. Поэтому ищите, говорю, очень грамотных менторов, которые будут проверять ваше writing, ваше speaking регулярно, хотя бы раз в неделю надо писать и надо сдавать экзамен в speaking в том числе. Еще один важный аспект, зачем записываться на курс, у вас появляется study body. И все менторы, которые занимаются онлайн-эдикейшн, таких высоких уровней, и я в том числе могу вам сказать, и scientists, которые ресурсы проводили, что когда у тебя появляется study body, это тот человек, с которым вы не просто тренируете вместе с speaking в другое время, не во время курса, а в свободное время, да. Но также это тот человек, с которым у вас есть все шансы пойти на экзамен и сдать это вместе. И когда на тебе вот эта вот ответственность, что, ой, мы же договорились, что мы вместе сдадим экзамен, как я сейчас могу бросить курс, это тоже помогает вам, как говорится, stay on tune, да, то есть все-таки оставаться на этой волне. И дружеский совет, дружеское плечо, дружеская поддержка тоже помогает выплыть в те времена, когда кажется, что уже все, mission impossible, и я не справлюсь с этим делом. Поэтому рано или поздно надо присоединиться к курсу. В наше время есть разные курсы, как бы, да, если мы говорим все-таки о кембриджских квалификациях, это здорово, понимаете. Не только вы язык свой повысите, но вы получите важный документ, как бы, да, от Кембриджа. Поэтому я не говорю сейчас о speaking club вообще, это не speaking club, да. Говоря о кембриджских квалификациях, это действительно курсы. Вот есть курсы, которые онлайн, чисто онлайн. Записанные курсы, ты посещаешь их, там выполняешь какие-то задания. Есть курсы, которые flipped classroom, да, то есть ты дома сам изучаешь юнит, потом приходишь на урок, онлайн-урок, да, и вы отрабатываете весь этот speaking, и production занимаетесь, только-только production занимаетесь. Есть курсы, которые прям вот вас учат во время урока, а дома ты только пишешь writing и там выполняешь домашку, грубо говоря, да, кому что подходит. Мне, например, flipped classroom очень подходит. Я организованный человек, я могу пройти юнит сама, сделать себе quiz-лицеты, выполнить все упражнения, проверить себя, поработать над своими ошибками и прийти на урок онлайн, не терять время, а в production все это вывести. То есть надо вот все, что ты выучил, эти collocations, write vocabulary, crazy verbs, idioms, все это надо с другим человеком обговорить, обсудить тогда, но все лучше ложится. Я говорю, мы здорово, что мы живем именно в это время, что у нас есть выбор ментора, способы обучения, и поверьте, что-то вы себе обязательно подберете. Я, например, вот как с врачами, не могу пойти к тому человеку, кто мне не нравится. Я не доверяю ему, я не могу, я хочу учиться с тем человеком, которым мне нравится, я им буду ментора выбрать, да, и у вас сейчас есть возможность, даже в ВКонтакте у нас много есть таких тьютеров, выберите, кто вам по душе и, во-первых, а во-вторых, какой способ вам больше подходит. То ли чтобы вас на уроке учили, и дома вы выполняли только домашку, то ли хлип к классу, когда вы учитесь дома, а на уроке только проверяете и продуцируете все, что вы выучили, либо вообще онлайн-запись, в любое время зашел, посмотрел, в любое время ждал домашку, учитель проверил, и никакого личного ответа нет. Существуют различные, различные виды курсов. Выберите, что вам по душе. Следующий момент, да, это аутентичные материалы. Неизбежно. Вы должны ими пользоваться. Должны, должны. Давайте договоримся с сегодняшнего дня, но максимум с 1 сентября. Вы больше не будете смотреть фильмы на русском языке, и вы будете читать только на английском языке. Допустим. Почему нет? Давайте дадим себе такое обещание. Я, например, уже полтора года читаю только на английском языке. Это то, что помогло мне здорово сдать ЭКСИ, потому что только когда ты привыкаешь к классической литературе, к современной литературе, ты начинаешь понимать между строками. А именно это умение проверяется с уровня B1 и заканчивая C2, между строк, что имел в виду автор. Только там ты можешь увидеть слово CROSS в литературе, которое обозначает angry, а не CROSS, к которому мы привыкли. Поэтому литературный язык, он другой. И unless вы начали изучать его, начали читать на нем, тогда вы только будете это понимать, исправляться легче с reading, который дан у вас на этих уровнях. А на уровнях B2, C1, reading очень объемный. Понимаете, я бы не сказала даже, что он только скорстный, но он настолько объемный, что вот не выработав в себе привычку читать, очень сложно справиться с объемом этих текстов. Вот. И что я еще хочу сказать. На самом деле, все, что бы вы не выбрали из-за аутентичных ресурсов, выбирайте, опять же, что вам нравится. Почему я люблю заниматься английским? Потому что я делаю то, что я люблю. Я занимаюсь с группой, с метром, которого я люблю. Я читаю то, что я люблю. Я смотрю ведушки, фильмы, то, что я люблю. Понимаете? Поэтому это время для себя. Это very little time. Не просто для английского языка. Это также время для себя. О пользе этого времяпровождения, этого quality time. Я вообще молчу, это польза английского языка. Но вы также улучшаете свой well-being. Вы повышаете свой self-confidence. Поверьте мне. Видео тоже разные бывают. Я фильмы люблю смотреть. Иногда я могу тэп посмотреть. Почему иногда? Потому что они настолько inspiring, они настолько, я не знаю, что я не могу 2-3 тэп посмотреть подряд. Не могу. Мне надо один посмотреть, потом обдумать, а потом еще посмотреть. А кто-то их прям щелкает каждый день. Кому-то, кто-то подписан на определенные YouTube-каналы. Им нравится смотреть там National Chalk Art или еще чего-нибудь. Why not? Почему нет? Кто-то написан на Ororo TV подписка и там все различные TV-шоу показывают. Мне, например, неинтересно это шоу смотреть. Я не понимаю юмора. Я не понимаю юмора. Они смеются, а мне не смешно. Но кто-то понимает. Кому-то интересно, кому-то смешно. It's ok. Выберите то, что вам нравится. И результат не заставит себя долго ждать. Потому что, если вам напрят это смотреть, вы не то, что никакого удовольствия не получите. Наш мозг так устроен, что ничего воспринимать не будет. Песни. Современные песни, классические песни. Это же ресурс просто обалденный. Вместо того, чтобы иметь плейлист на своем телефоне русских песен, пока вы занимаетесь английским языком, оставьте себе только английские песни. Мне повезло. У меня есть подросток-дочь. И вот она скидывает мне постоянно новые плейлисты. Она тоже слушает только английские песни. Она мне скидывает плейлисты, потому что она знает мой вкус приблизительно. Я говорю, мама, а вот Эд Ширан новую песенку выпустил. Вот смотри, такая. А вот еще что-нибудь. Она мне все посылает. Я прямо нахожусь в тренде. Я слушаю эту музыку. А я не могу сказать, что я очень люблю слушать музыку. Но я это делаю по дороге куда-нибудь. Кто-то в это время лучше слушает подкасты, например. Есть замечательные подкасты Six Minutes English. Они разного уровня бывают от Intermediate и до Advanced. Мне нравится слушать Six Minutes English. Они по темам. И если я какую-то тему изучаю, я что-то пытаюсь себе найти. А вообще, есть у нас Google подкасты. Мне очень нравится. Огромный выбор. Можно и про природу найти, и про политику найти. На сайтах BBC, на сайтах The Guardian тоже можно найти подкасты. Но что-то слушать надо. Либо песни, либо подкасты, либо что-то еще. Enhanced listening skills. Понятно. Но и тем не менее, можно даже расширить свой horizon, как мы говорим. Reading. Reading тоже разный. Я люблю художественные книжки читать. Кому-то нравится, опять же, блоги чьи-то читать. Почему нет? На английском языке почему не читать какие-то блоги? Еще разочек. Смысл в чем? Что аутентичный ресурс использовать надо. Но выберите то, что вы любите. И уберите просто временно. Скажите себе, временно. Да, я люблю русскую попсу, но временно я не буду ее слушать, потому что я занимаюсь английским языком. Я люблю очень читать Дарью Донцову. Это мой любимый автор был. Но сейчас я Дарью Донцову не читаю уже второй год. Почему? Потому что я читаю английские книжки. Договоритесь с собой. Выберите то, что вам нравится. И тогда это будет и в кайф, и в пользу. По-другому не надо. По-другому это не принесет никакого эффекта вообще. И еще один момент очень важный. Я когда читаю, я не читаю новые слова. Если только они не попадаются несколько раз, я прям не могу понять, что они значат. Вот недавно у меня было такое слово. Это было слово георгины. Там было все время вот это слово. Я даже не помню, как оно сейчас уже. Если я его увижу, я вспомню. Но я вообще даже, собственно говоря, по-русски георгины себе сложно представляю. Но там было вот именно, что это мой бизнес выращивать георгины. Нет, георгины, это несерьезно. Я прям несколько раз оно повторялось. Я говорю, господи, что ж это за несерьезное? Я говорю, что это за резко словарь георгины. Но я посмотрела это для того, чтобы понять смысл текста, а не для того, чтобы записать его в свой словарь и выучить. Я не буду это слово использовать дальше. Поэтому, когда вы читаете, когда вы смотрите, когда вы слушаете, смысл не останавливаться на каждом новом слове, а смысл увидеть контекст, увидеть там те слова, которые ты только-только что вот недавно совсем узнал. Вот этот фразал-верк, который я учил, и вот он здесь как-то употребляется. Также я себе вычеркиваю, я купила подписку на MyBook, потому что там есть английская современная проза. И вот я когда читаю, там есть, допустим, даже электронное приложение, там есть возможность цитаты себе запоминать. Я вот эти цитаты выделяю, потом себе раз в неделю открываю тетрадочку, выписываю, что? Выписываю. Beautiful put collocations and phrases. Вот это классно сказано, вот это красиво сказано. Но это не новые слова. Я думаю, идея понятна. То есть смысл аутентичных материалов не чтобы искать новые слова, а чтобы просто лишний раз увидеть то, что ты уже знаешь, как это использовать. Потому что мы выучили phrasal verb, а как его точно использовать, не знаем. И только когда ты читаешь, смотришь аутентичные ресурсы, ты смотришь, как это использовать. Вот в этом смысл аутентичных ресурсов. Я думаю, что я до вас идею донесла. Вот у меня есть такая замечательная лягушка. Специально такой яркий образ я выбрала, чтобы вы запомнили один очень важный совет. Don't jump at any new word. Like each and every new word. Что я имею в виду? Увидели вы новое слово, например, георгины? Не знаете, что тебе его надо срочно записать и срочно выучить. Вот вообще не важно. Нельзя прыгать и останавливаться на каждом новом слове и пытаться его выучить. Come on. Давайте вообще разделять, что надо, а что не надо. Будь это аутентичные ресурсы, будь это ваш основной ОМК, будь это тесты. Какие-то слова у нас употребляются постоянно. Вот ты их должен знать. А если ты раз в жизни увидел там это слово, георгины, зачем оно тебе надо? Например, когда мы были в Финляндии, у нас, вот вы знаете, что я еще занимаюсь школой для учителей в Финляндии, нам однажды учитель зачем-то дал, то есть мы были все преподаватели, типа Ц1, и он нам зачем-то дал строение, ну, не строение машины, а как это сказать, все части машины. Кроме колеса и руль, мне лично, ну, глаз, понятно, там, стекло, дверь там, мне больше ничего не надо. Зачем мне знать, как будет капот, зачем мне знать, как будет багажник. Я вообще не водитель. Вообще не водитель. Для меня велосипед – это великолепно. Ну, скейтборд, еще ничего. Все, я вообще не водил. Я себе сказала, я это запоминать не буду. Почему не буду? Потому что мне это не надо. Не надо мне это, да? Еще он нас учил в словаре, припарковаться на обочине, просто припарковаться, объехать вот так, петлю сделать вот так. Тоже мне, ну, не надо, понимаете? То есть давайте взвешивать, что нужно, а что не нужно. Что ты будешь принимать, что ты не будешь применять, да? Кто-то будет применять out of the blue, как unexpected ли, suddenly, кто-то не будет это применять, понимаете? То есть сортируйте, что вам легло, а что вам не легло. Ну, ни в коем случае нельзя на каждое новое слово обращать внимание, выписывать его в словарь и учить. Это точно вам не пригодится. Следующий мой совет. Не секрет, да, что Quizlet помогает очень запоминать слова. Я не знаю, что там за система, я не знаю, кто эти авторы, молодцы, какие, но именно Quizlet помогает вам весь, все новоизученные слова, фразы, там, locations, phrases, verbs и так далее, активировать. Вывести это в активный словарь, а не в пассивный словарь, да? Понятно, что мы можем использовать готовые Quizlet сеты. Например, я похожу курс сейчас, да, там у нас есть готовые Quizlet сеты. Но это немножечко не то. Я все-таки люблю сделать свой, потому что я знаю, какие слова я хочу учить, а какие вот я пропрыгаю и не буду учить, да? И, соответственно, их сосредоточиться. Самое главное здесь – это регулярно это делать. Как мы с вами уже говорили раньше, да? То есть это либо 15 минут каждый день, либо там два сета каждый день. Договоритесь с собой. Я, например, делаю два сета каждый день. Один, который я только что выучила, и повторяю один, а может быть и два, если у меня есть время, из старых. То есть, допустим, мы сейчас на юнит 8. Я выписала себе слова из юнит 8, я их потренировала с утра. И обязательно я беру что-то из юнит 1 или юнит 2, беру сет оттуда и повторяю. Если у меня есть время, я два сета повторяю. Но хотя бы один и один – it's a must. То есть один новый и один старый. И мне это помогает, однозначно помогает поддерживать, как бы вот регулярно активировать свой словарь. Так устроен наш мозг, что мы не используем слова, соответственно, мы их забываем. Но I enjoy. Я беру свой… I grab my cup of coffee, выключаю телевизор, беру свой любимый планшет и начинаю играть. Вот 20 минут у меня для себя. Обычно за 20 минут я успеваю два сета как минимум прогнать. Если бывает больше, если я быстро вспомнила слова из юнит 1, то я еще один возьму сет, то есть юнит 1 другой какой-то. Вот. Это, понимаете, время изучения английского языка – это время для вас. Это время для себя любимой. Выбирайте, что вам нравится. Выбирайте, как регулярно вам нравится. Будете вы по сетам это делать, по юнитам, по страничкам, по количеству страничек или все-таки на время. У меня каждый день час, допустим, да, с 9 до 10 утра у меня час. Что успею, то успею. И только вы можете себе, соответственно, выбрать время какое-то, да. И говоря о курсах, как бы, да, говоря о курсах, что вы можете выбрать, да. Тьютеры наши, менторы и тьютеры наши в ВК очень хорошие, да. Не буду сейчас назвать им на что-то, кто не виделся. Но вы можете их найти, полистать, почитать отзывы, пообщаться с их учениками и выбрать что-то для себя. Что касается меня лично, то сентябрь, октябрь, ноябрь я набираю одну группу writing B2 и одну группу speaking B2. Мы будем заниматься один раз в неделю, это будет в утреннее время, один раз в неделю writing и один раз в неделю speaking будем заниматься, да. Полтора-два часа. Мы будем с вами именно работать над B2 production skills. Это не будет сам язык B2. Я предполагаю, что те кандидаты, которые придут ко мне на этот просроченный курс production, уже владеют языком на уровне B2. А мы будем по формату экзамена это готовить, чтобы вы умели сами, могли сами сдать FCE на высокий балл, зная все критерии writing, зная все критерии speaking, имея необходимые организационные структуры, грамматические структуры, vocabulary, lingers и так далее, успешно сдать это и научить этому своих учеников. Понимаете? Я еще раз повторю, пока вы сами через это не пройдете, через FCE, через CEE, и вам будет очень сложно готовить детей к этому экзамену. Поэтому давайте начинать с себя. Давайте учить язык. Не только методику. И давайте встретимся в мае. И с тобой об этом поговорим, и вы похвастаетесь своими успехами. Похвастаетесь, какую квалификацию вы получили, и как вы теперь себя чувствуете. Потому что все, что мы делаем, конечно, это прежде всего для того, чтобы стать лучше, чтобы позиционировать себя как более высококвалифицированный преподаватель. Не только с точки зрения методики, но и с точки зрения языка. Ну что ж, на этом все от меня. Спасибо большое за ваше внимание. И до скорых встреч. До свидания.